Да, хороший вопрос еще такой. Ну, он, в принципе, обусловленный. Очень прошу объяснить, в какие дни можно убирать дома, выносить мусор и т.д., чтобы не было греха. У меня бабушка делает все по расписанию. Да, старые люди так умеют, да. Жизнь становится невыносима. Скандалы постоянные. Сейчас 17 число, она сказала, что до 20 числа убираться грех, святые дни. И, слушайте, ну, это как раз такой пример превращения святого в грешное. Когда, значит, легким движением руки, там брюки превращаются в элегантные шорты. Очень часто люди в самое святое превращают какой-то повод для самого грешного. Да, действительно, с Рождества по крещение святки. Постание, там, люди в гости ходят, там, песни поют, едят, наедают то, что там за пост выпустили. Но это не значит совсем, что нужно, как поросенок, жить в своих отходах и не мусор не выносить. Конечно, бабушка в данном случае не права. Она так считает, но убирать надо. Убирайтесь тайком, чтобы грязь не зарастать. Но нет такого требования, чтобы человек жил в грязи. Наоборот, жизнь в чистоте – это хорошо. Потом, например, крещение, когда будет праздноваться, вода осветится. В разных народных традициях, в разных местах считается, что столько-то дней после крещения стирать нельзя. Ну, дескать, мы оскверняем стиркой воду, которую только-только Бог осветил. И сколько-то там дней, значит, строго нельзя стирать. Вот по селам, например, я с этим бы на Украине сталкивался постоянно. Ну, конечно, ничего божественного в этом нету, потому что Господь осветил нам воду для того, чтобы мы ее пили, чтобы корова ее пила, чтобы кошка ее лакала. И чтобы мы в ней мылись в этой воде, смывали грязь себя. И чтобы мы стирали в воде. Ну, а как иначе? Чтобы мы пол мыли. То есть это все будет делаться водой. И нет такого периода, промежутка такого, чтобы нельзя было водой пользоваться. Но народ хочет как бы добавить себе святости, хочет придумать себе еще какие-то обряды и традиции, которые добавляют праздничности к празднику. И на этом фоне, конечно, можно все испортить. Поэтому ничего такого церковного твердого предписания у нас такого нет. Не убираться, не стираться, не мыться такого нет. Но поскольку ваша бабуля, скорее всего, по возрасту, по уже убежденности многолетней, переубедима с трудом, то переубеждать ее не надо. Трудно переубеждать старых людей. Их нужно уважать. Нужно их терпеть. Любить, как маленьких детей. Поэтому вы себе выносите тайком от нее мусор там, где-то там возле себя убирайте там. Ну и как-то так вот. Не ссорьтесь, конечно, со старушкой. Но ждите того дня, когда можно будет нормально сделать уборку. И знайте, что у церкви таких законов нет. Это такое вот реликтовое такое, старое такое. В этом старом не все плохо. Там есть очень хорошие вещи. Очень хорошие вещи. Но там не все хорошо. Там есть некие ненужные вещи. С этой кашей нужно разбираться постоянно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...